Сегодняшний день нашей рыбалки с Андреем закончился Вчера, кстати, забыл сказать, уже снимать не стали Этих ребят, которых на поджерике вчера вытаскивали Мы с ними провели очень веселую ночь Они потом подъехали к нам и решили остаться тоже на нашем таборе на ночь Спать мы легли в 4 утра, а в пол седьмого мы уже встали И сегодня у нас был очень тяжелый день Ну и что хочу сказать, конечно, какое открытие рыболовного сезона, конечно, без вкусняшек Конечно, одну рыбку все было выпущено, даже что не снимали на камеру Но одну рыбку, конечно, ради этого дела нам пришлось забрать, чтобы сделать уху и поджарить рыбу Помыли стульчик, вернее, стол, все тут приготовили, посуду Андрюшка все у нас набрал Видите, котелки, бутылки, все чисто, горная вода Все у нас, как бы сказать, есть всего по чуть-чуть И будем жарить рыбу Ну, самый элементарный секрет, в принципе, никакого секрета нет, прежде чем жарить рыбу Ее сначала нужно, самое главное, как я люблю, просолить Это делается элементарно Просто берется рыба, вот так вот, просто натирается кусочки И это нужно примерно в течение получаса-часа, да, Андрей Николаевич, я обычно оставляю Да, нет, полчаса Полчаса, да Да, вот так вот она просто, видите Делается солью И это все просто на полчаса, на часик остается, чтобы она все это впиталось в рыбу Дала небольшой сок, и как бы чуть-чуть пропиталась, подмариновалась Специи, кстати, я никаких не использую Потому что, сколько пробовал всякие специи Мне кажется, что эту чистую горную рыбу все эти специи только портят Да, пригушает Да, пригушает От этого только чисто Соль и свежая рыба И больше ничего я в этом плане не уважаю Так вот мы ее натираем Просто И Оставляем На полчасика Чего устал, Андрюха? Да, сейчас буду все делать Так, ну вот, помаленьку у нас все готовится К нашей трапезе Осталось только начать готовить Вот Уберем Прогреваем Сковородочку Все сработало Все у нас горит Вот Осталось два у нас масла Ну Я думаю Использовать надо То Которого у нас Поменьше Вот Но желательно, конечно, обойтись именно одним маслом Чтобы два разных вида масла Не мешать Вот С маслом сильно экономить не надо В муку можно еще буквально совсем чуть-чуть добавить Соли И Все это дело Размешать Вот Видим, что все уже сковородочка быстренько Махом зашкварчала Сковородка у нас Сандуха чугунная И в принципе Мы можем уже Выкладывать Рыбку Ничего тут такого Секретного Нет Вот Рыбку А? Вот. Вот. Заложили рыбку. Сейчас все зашкварчит. И нужно будет потом просто на какой-то момент убавить температуру газовой горелки. И, как бы сказать, подольше на малом огне это все зажаривать. Я люблю это дело делать так. Рыба она весенняя. Худая, тощая. Жира в ней, соответственно, никакого нету. Так как она перезимовала зиму. Так что тут на сливки, надеяться, не приходится. Ну вот, рыбка у нас жарится. Зажарил я его вот до такого цвета, до хрустящей корочки. Ну, каждому это нравится по-разному. Ну, а я предпочитаю это делать так. И Андрюха любит это употреблять. Вот. Вот таким образом. Никаких хитрых секретов нету. Мы просто с Андреем жарим свежую рыбку. Запашок уже пошел. В это время Андрюха уже сварганил костерчик. И на нем уже стоит котелок для ухи. Параллельно с жаркой рыбы. Вот. Продолжаем готовить. Чуть-чуть я тут подпалил. Но это не страшно. Шкура толстая. У нее будет сочное мясо. А так, вот что у нас, уважаемые, получается. Вот такая вот рыбка аппетитного цвета. Вот. Что бы еще хотелось отметить. Уважаемые рыбаки. Вот. Когда едите на природу, то берите с собой вот такие вот большие пакеты под мусор и все свои отходы. Видите, весь мусор скидывайте туда. И когда мы еще будем убирать, вернее, уезжать, мы еще обязательно приберемся и постараемся, конечно, еще прибрать и после тех рыбаков, которые были до нас. Вот. Дальше продолжаем все готовить. Ну, у Андрея здесь все в процессе. Вот. Андрей у нас коренной дальневосточник и он в этом знает настоящий толк. Как сделать максимально быстро, чтобы закипел наш котелок для ухи. Дымок, дымок. Вот. Конвейер на работает. И как только дошло время, чтобы ставить кусочки рыбы на ребро, чтобы обжарить ее со всех сторон и освобождается лишнее на сковородке место, сразу же закидываем свежие кусочки, чтобы все было быстренько и чтобы масло у нас не успело сгореть, и как меньше было канцерогенов и больше вкуснятины. Пока у нас делается с Андрюхой уха, мы решили, конечно, попробовать свеженькой рыбки. Ну да. Ну, за рыбалку. Ну да, да. За свеженье. Ну да, да. Лицо загорело, аж покраснело. У тебя в нем. Да. Ну что, сезон нормально открыли? Нормально. Нормально. Ага. Ну как, нормально. Еще зато посмотрим? Можно сегодня это плющик ее. Это ж горная мишка призна. Ну все. Пока мы ходили, катушка готова. Давай закидывай рыбу. Надо посолить же, еще не солили, да? Вот на такой котелок. Пока с рыбой возюкались и свеженуку отведывали, не успели. Потом уже перчик добавим, да? Не, ну это понятно в конце. Сейчас не понимаю даже сколько соли надо вбухать сюда. Чуть-чуть еще. Еще чуть-чуть, да? Столько? Нет. Вот все, хватит. Вот. Мы делаем так. Луковицу просто режем напополам и кидаем. Потому что немногие любят лук. Но мне, кстати, лук в луке нравится. Он делается сладкий. Укропчик. Укропчик это святое дело. Как это без укропчика. Никаких мы таких, честно скажу с Андрюхой, не придерживаемся кулинарных изысков. Делаем просто так все от балды. И нам это очень нравится. Кидай лаврушку сюда. Да, кидай лаврушку. Я кидаю укропчик. Андрюха кидает лаврушку. Пертик горошек горошком. Надо горошком. Не могут и горошком есть. Вот черный горошек. Высыпался здесь. Высыпался, да? Сколько надо? Вот так. Да. О, нормально. Чутенько. Ага. А можно еще чуть-чуть. Потому что объем-то котелка не детский. Тут можно целую армию накормить. А мы тут на двоих мутим. Молотый перец так по вкусу добавляем. Да, да. Конечно, молотый. Кто его швыкнуто молотый бухает. Его по вкусу уже по факту добавляет. Мне кажется, это достаточно и укропчика. И все. О, какая она у нас вообще матная. Смотри, получается. Глаза там уже белая. Сейчас надо зазырить, что там у нас с рыбой. Непонятно. Главное, чтобы рыбка-то у нас не разварилась. Это самый главный момент. Ах, дым. Глаза ест. Самый главный момент, чтобы не разварилась картошка. И не разварилась уважаемая рыба. И не получилась каша. Я такую уху не люблю. Главное, чтобы она была чистенькая, прозрачненькая. Ничего, чтобы там было не разварено. Вот тогда получается то, что надо. Андрюша, давай тряпку, наверное, скоро снимать будем. Ох, она рыбка. И картошечка не разварилась. Уха чистая, прозрачненькая. Прям вообще как надо. Уху у нас постояла, потомилась, догналась. Вон, смотрите, какая. В этом году нас скоро порадует, нет? Смотри, какая чистенькая. Речка эта порадует нас, нет? В этом году. Посмотрим. Держи, брателла. Только для нормальных пацанов. Как брателла, брателля. Не, ну рыбка вообще вкусная, сочная такая. Получилось. А еще перчика черненького сейчас добавлю. Да, давай там. Перчика, шмерчика. Ароматик, да? Сейчас еще пока. Мышки нету, комаров нету. Они штангу намекают, они когда чуют, да? Забучивают. Да, сейчас вот весна вообще самый кайф. Да, тут уже. Еще каровоз. Хотя комари. Верхний слой уже был бы покрыт. Вот самая кайфовая уха. Смотрите, рыба я достал половником. Она у нас не разварилась. И целиком, видите, и картошка тоже не разварилась. Сейчас вареная, не крошится. И жижка сама. Чистенькая, чистенькая. Бульончик. Жирок плавает. Ну рыба, конечно, тощая после зимы. Не, ну все равно, это свежая. Кайф, конечно. Загружок. Конечно. Ну вот с Андрухой, конечно, сейчас вообще. Сезон открыли на все сто. И ушица, и жареная рыбка. Да, вообще кайф, мужики. Всем, уважаемые, рекомендую открыть сезон. Минимум, как мы. А то и лучше нас. Так мы сколько еще пожалели этих малышей, да? Да, вообще отпустили много таймешат. Да. Забыленную колбасу предложили, да? На гармеру. Там, не знаю, там, с чистого мяса там со всеми этими. Что там еще, этот, каракам, эти, допустим, телячье там, это проще. Я думаю, навряд ли бы это поменял бы на эту тарелку. Да, конечно. А дома сколько это? Я думаю, вообще выхудею. Ты просто нереально приготовить. Да, дома приготовить нереально. На даче это, костер, котелок. Тоже, ну все делаешь это. Те же сто грамм это, фронтовых понимаешь. Так что? Ну бесполезно. Андрей Николаевич, может фронтовых начислите? Ну, ты сегодня заработал, ты сегодня на моторе хорошо шел. Парадал. Заслужил, да? Ну вот видите, зрители, Андрей Николаевич сказал, что я сто грамм фронтовых заслужил. Вначале было напряжение, а потом так расслабился, уже так сидел на баллоне, пригрелся. Баллон горячий. Я уже так сижу, уже не впереди смотрящий, не смотрящий. Даль смотрящий. Да, по речке этой. Не смотрящий, а так это. Не, молодцом. Потому что места были тоже такие, довольно пикантные. Нужно было это. А еще это, а льдины. Неожиданно срывает с берега. Ты начнешь льдину обходить, это или на залом улетишь. Конечно, зажмешь в залом. Выборо нету. На льдину дрейфовать, как челюстки. На льдину залететь, и вместе с ней сплавом идти до низу. Ну что, завтра мы еще порыбачим, да? Нет, полюбачим, конечно. Два дня мы вообще как бы две ночи заночевали. Сегодня первый день рыбачили. Вчера просто отдыхали с мужиками, которых мы на пыжике вытаскивали. Открыли сезон. Пускай открыли сезон. Музыка. 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»